Всем привет друзья, с вами как всегда Сафинский Ярослав, вы смотрите первый выпуск из большой серии роликов под названием «Мои игровые долги». Суть рубрики понять несложно, игр в период с 90-х по сегодняшний день выходило немало, переиграть во все было и остается невозможным, но есть вещи, с которыми мне бы хотелось ознакомиться, пройти и поделиться своими впечатлениями с вами, и конечно услышать впечатления ваши. Откроет серию игра, которая вышла на PlayStation 2, этой приставки у меня никогда не было, большинство действительно достойных игр на эту приставку я пропустил, и относительно недавно, благодаря эмулятору, я начал наверстывать упущенное. Когда эта игра вышла на ПК, уже в улучшенном виде, я если честно никакого внимания на нее не обратил, но в этом году все как-то сложилось, внезапный интерес к истории Японии сделал свое дело, и появилось настроение для анимуши. Бонусом эта игра послужит небольшим мостиком к началу серии роликов о Resident Evil и The Evil Within. Я понимаю, что среди зрителей будут те, кто хорошо знаком с этой игрой и им не требуется объяснять, что это такое, от какой компании и в каком она жанре. Но также будут и те, кто слыхом не слыхивал, что это за зверь, так что начну я по классике. Анимуши разработана компанией Capcom и, как по мне, представляет из себя помесь жанров Adventure и Hack'n'Slash, хотя в сети ей присвоен жанр Action Adventure. Игра по изначальной задумке должна была представлять из себя своеобразную самурайскую версию игр Resident Evil, где игрок при помощи меча, сюрикенов и магии должен был уничтожать различных зомби и монстров, а все действие должно было происходить в замке, напоминающем поместье из Resident Evil. И, в отличие от Обители зла, игра должна была держать уклон в сторону экшена, а не поиска предметов и разгадыванию загадок. Изначально разработка велась на платформу Nintendo 64, но что-то пошло не так, курс был изменен на приставку PlayStation, был даже рабочий прототип, после снова произошла смена платформы и в итоге в 2001 году игра вышла эксклюзивно на PlayStation 2 и со временем посетила другие платформы. Лично я прошел HD-переиздание на ПК, которое вышло в январе 2019 года. Информации о том, что именно повлияло на смену курса в сюжете, я в сети так и не нашел, однако игра была полностью переработана и в момент выхода к Resident Evil уже не имела никакого отношения, и в принципе от этого она ничего не потеряла, в итоге она стала первой игрой на PlayStation 2, которая была продана в количестве более 1 миллиона экземпляров. Сюжет игры имеет историческую основу и начинается в 1560 году во время битвы при Окохадзаме. В этой битве сошлись войско Имагавы Йосимото и отряд Оды Набунаги. И так как это не исторический выпуск, то я не буду подробно расписывать, кто все эти люди, потому что выпуск может изрядно затянуться. Да и скажи я, что Йосимото – это девятый глава рода Имагава, сын Имагава Удзитики и младший брат Имагавы Удзитеру, один из известнейших даймё эпохи Сенгок Удзидай и доминировавший военачальник в районе Такаида, то мало что поменяется, поэтому скажу проще. Один очень крутой в своем регионе военачальник Йосимото из рода Имагавы мечтал расширить свои владения на запад и захватил самурайский род Мацудайра, который в свою очередь воевал со своим западным соседом родом Одда. Прикрываясь благими намерениями, мол они защищают слабых и обиженных, семья Имагава объявили войну семье Одда, и после нескольких боев, приняв решение окончательно стереть с лица земли Набунагу, Йосимото отправляется с армией в 25 тысяч человек на запад. В то же время глава семьи Одда Набунага только-только закончил решать проблемы с оппозицией в своем регионе, объединил земли своей провинцией и после всей этой междоусобицы смог выставить на бой с Йосимото не более трех тысяч человек. И какими бы крутыми не были воины Одда, силы все равно были не равны. Поэтому военачальники Набунаги решили отсидеться в своих замках, причем не все оказали сопротивление, некоторые просто перешли на сторону Имагавы. Но Набунага доказал, что количество решает не всегда. Имагава отправил большую часть своих сил на атаку пограничных замков Одды и по факту остался в своем штабе с небольшой охраной, о чем прознали шпионы Одда и доложили об этом Набунаге. Тот не стал раздумывать, собрал две тысячи человек и отправился к штабу Имагавы, где пополнил свое войско бывшими там отрядами. На месте Набунага узнал, что его замки были захвачены, и в честь этого противник решил устроить празднование. А значит, он находился в полном расслаблении, чем Набунага и воспользовался. И словно судьба была на его стороне, приближение войск Одды к позиции врага скрыл неожиданно начавшийся сильный ливень. А когда дождь прекратился, так же неожиданно, перед часовыми штаба предстала вся армия Одды Набунаги. Началась паника, побросав оружие воины Имагавы, побежали кто в лес, кто в кусты, и даже сам Йосимото попытался скрыться и спасти свою жизнь. Но сделать ему этого так и не удалось. Один из самураев Одды сходу отрубил ему голову. И после нескольких казней силы Дома Имагавы встали под флаг Одда. Невероятно быстрая победа была достигнута без потерь. Эта битва прославила Набунагу и укрепила его власть, но несмотря на то, что этот бой принес ему такую славу, более он так не рисковал. Как раз с этого боя и начинается игра, только история тут пошла несколько иным путем. После победы над врагом Набунага получает в горло вражескую стрелу, но воскрешенный демонами восстает и продолжает свои завоевания. И вроде бы он тут главный антагонист, но по сути Набунаги тут так мало, что вспоминается он только аж под самый занавес игры. И злодеи тут все-таки демоны, главный из которых Фортин Брас. Даже не читая историю, я регулярно слышу о тех или иных сюжетах, где Набунага всегда злой-злый день, тиран, деспот, фашист и вообще вселенское зло, но если почитать его историю, то не совсем понятно, как так сложилось. Как правитель он был крут. Набунага провел военные, налоговые и финансовые реформы, которые были эффективны и впоследствии способствовали политическому и экономическому объединению страны. Подвластные ему территории развивались, земли были под контролем, строились дороги, были отменены таможенные сборы, которые взымались аристократией, была полностью отменена система, при которой на высокие должности выбирали по знатности происхождения, и высокие посты стали занимать те люди, кто проявил соответствующие способности и имел какие-либо заслуги. Вроде бы все делалось в пользу людей из страны, где и что пошло не так. Я пока что не особо вникау, прочитаю чуть позже, но как я понимаю, эта ненависть связана первое с тем, что он не признавал старую религию, а второе, что он сжег храмы, но пока рассуждать не берусь. Вернемся к игре. Стрелу, поразившую Набунагу, выпустил персонаж, за которого нам и предстоит играть. Зовут храброго воина Самоноски, он герой вымышленный, но прообразом его был живший в то время человек, самурай по имени Мицухиде Акетти. Мицухиде был видным деятелем своего времени. После того, как его родная провинция Мина покорилась семье Одда, самурай стал верно служить ей, за что получил замок Сакамото и стал доверенным лицом Набунаги, а в дальнейшем совершил предательство. В 1582 году, вместо того, чтобы оказать поддержку дружественным войскам, Мицухиде с 10-тысячной армией вошел в Киото и окружил храм, в котором находился Набунага. Был жесткий бой, и в итоге в одной из комнат охваченного огнем храма, Одда Набунага, чтобы не попасть в плен к предателю, совершил сепуху. Точной информации о том, почему Мицухиде предал своего сюзерена, нет, только предположение. После смерти Набунаги, Мицухиде приехал на аудиенцию к императору и провозгласил себя сегуном, но прожил недолго. Верные Набунаги генералы отомстили предателю и в битве при Ямадзаке Мицухиде был убит. Хотя есть еще инфа, что он все-таки бежал с места сражения и после был убит крестьянами, когда пытался награбить еду и воду для себя и своего коня. За точность не ручаюсь. Кстати, несмотря на то, что Мицухиде послужил прототипом, Самоноске не является его заменой. Сам Мицухиде упоминается в игре и является дядей главного героя. Немного понаблюдав за битвой под ультрагероическую и мотивирующую музыку, Самоноске красиво врывается в ряды врагов и всех наказывает. А потом Аки-снайпер всаживает в горло Набунаги стрелу. Год спустя Самоноске получает письмо от принцессы Юки из клана Саито, в котором девушка рассказывает о том, что в замке Инобаяма происходят какие-то странные вещи и нечто похищает жителей деревни и служащих замка. И если верить людям, то делают это какие-то монстры, которые в дальнейшем просто пожирают похищенных. Сначала Юки обратилась к своему брату Юши Тацу, но тот не проявил интереса к рассказам сестры и отправился готовиться к битве с Набунага, поэтому ее единственная надежда это Самоноске. Самурай откликается на просьбу, но прибыв понимает, что опоздал. Буквально за несколько минут до приезда принцессу Юки похищают и теперь задача самурая найти ее и спасти. А в это время живой и полный сил Набунага со своим войском приближается к замку Инобаяма. Немного справки. Принцесса Юки – это выдуманный персонаж, однако упомянутый в письме Досан, ее отец, существовал и у него было двое детей. Дочка в итоге стала женой Набунаги, а сын предал своего отца и в попытках захватить власть убил его. Правда Саито Досан перед смертью успел передать Набунаги завещание, где тот получает в наследство провинцию Мина, так что потуги сына были напрасными. Юки не частый гость в игре и служит только в качестве триггера к началу истории, чтобы у Самоноски была причина двигаться вперед и убивать монстров. В поисках Юки самураю помогает его боевая подруга, ниндзя по имени Каэда, которой тоже можно будет играть какое-то время и насколько я понял это тоже вымышленный персонаж. Прямо со старта игры Самоноски и Каэды принимают решение разделиться и пойти к крепости разными дорогами, чтобы точно не пропустить похитителей принцессы. И, понятное дело, похитителей первым нагоняет Самоноски, но спасти принцессу не удается, так как появившийся здоровенный демон впечатывает самурая в скалу и тот теряет сознание. После чего мы попадаем к древним демонам Онни, которые дают Самоноски магическую перчатку, дающую силу уничтожать монстров и поглощать души убитых тварями людей, которые в свою очередь делятся на три вида. Первый вид душ дает возможность прокачивать оружие и магию, второй восполняет магическую энергию и третий вид восстанавливает жизненные силы. Причем полоску жизни и энергии можно увеличивать при помощи специальных камней, а чтобы их получить нужно искать особые сундуки, замок которых открывается только если ответить на определенный вопрос, и ответ этот нужно искать в свитках разбросанных по локации. Далее можно сказать о боевой системе и процессе игры. Портить организм врагам игроку позволит три вида оружия. Это будет обычный меч, двуручный меч и глифа. Каждый вид будет наделен своим видом магии и будет иметь возможность прокачки. Причем порадовало, что при прокачке оружие не просто получает плюс к урону, но и меняется визуально. Это приятная мелочь. И если оружие мы прокачиваем для увеличения урона, то прокачка магии носит и дополнительный характер. Характер ключа. То есть некоторые двери открываются только при помощи магии определенного уровня и цвета. У меня здесь сразу прошла ассоциация с электронными картами доступа в Resident Evil. Только вместо поиска карт, доступ нужно прокачивать. И делать это лучше сразу. Например, играя первый раз, я потратив души на прокачку меча просто не смог пройти далее, пришлось потратить немного времени на фарм. Плюс коммуниции есть два вида стрелкового оружия, лук и в дальнейшем можно будет найти винтовку, но пользовался я ими крайне редко, пару раз во время игры и во время битвы с одним из боссов. Сама боевка не сложная. Нажимаем кнопку, ставим во время блок и когда нужно применяем магическую атаку. Если есть желание, стреляем из лука или из винтовки. И в принципе это все. Каких-то сложных комбо в игре нет. Но и в свободное отсечье время герой будет перемещаться по замку, искать какие-то предметы и решать не столь многочисленные задачи. И это не лень разработчиков, просто игра крайне короткая. Сказать, что в игре могут возникнуть сложности нельзя, все предельно понятно и, как по мне, тут заблудиться или не понять, что нужно делать просто невозможно. Единственное, где я немного застопорился, это в моменте загадки с полом и сразу после испытал трудности в игре в пятнашке, я так их называю. Просто есть вещи, которые я в играх ненавижу всей душой и этот вид мини-игр прям вот стоит на первом месте. И пока я не продолжил историю, немного скажу о графической составляющей. Несмотря на то, что я играл в HD издания, посмотреть на эмуляторе и в YouTube оригинальную версию игры было не лень. И скажу, что для того времени все было окей, выглядело приятно и игра действительно напоминала Resident Evil. В процессе игры мне даже немного не хватало экрана загрузки в виде открывающихся дверей и подъемов по лестнице. Но то, что их нет, конечно тоже хорошо. Сейчас они в принципе ни к чему. В поисках принцессы через подземный проход Самоноски попадает во двор замка, находит дыру в стене спускается по веревочной лестнице и попадает в помещение с первым из шести боссов. Зовут его Озрик и это тот самый демон, который похитил принцессу и нокаутировал Самоноски. Босс совсем не сложный. Поначалу двигается и бьет он медленно, но перед самой смертью начинает действовать более активнее. Правда, все равно проблем не доставляет. Независимо от сложности, это очень простой босс и убить его не составляет проблемы. И сразу после его убийства Самоноски через проход попадает в комнату, где впервые встречает одного из демонов. Существо по имени Гильденстерн. Причем это уродливое создание не просто демон. Он ученый, который регулярно проводит исследования, ставит эксперименты и создает различного вида монстров. На протяжении игры, если немного заморочиться, можно найти записи данного существа и более или менее узнать о расе демонах и о их планах. Согласно классификации Гильденстерна, демоны делятся на три вида. Первый вид – это низшие демоны. Они не обладают интеллектом, несовершенны, не умеют говорить, живут строго по законам демонического мира и, выходя на охоту по ночам, способны поймать разве что какое-нибудь животное. Их поведение не отличается от поведения насекомых. Второй вид – это средний класс. Чуть крупнее демонов низшего класса, у них есть зачатки интеллекта и они обладают речью, которую, правда, разобрать можно с большим трудом. Они свирепы и опасны, поведение их мало отличается от поведения животных. Третий вид – класс высший. Это, собственно, сам Гильденстерн и его хозяин Фортин Брас. Это интеллектуалы, на которых лежит все время развития цивилизации демонов. По подсчетам Гильденстерна, к высшему классу относится один демон из 100 тысяч, что как бы показывает их избранность. Сам Гильден с большим удовольствием бы изучил одного из собратьев, провел бы вскрытие, но из-за своей редкости и практически отсутствия возможности убить высшего, у демона проблемы с материалом. Цель демонов очень простая – добиваться как можно большего количества жертв и питаться. Но открыто действовать на земле твари не могли, и для этого они находили себе помощника среди людей. В обмен на могущество и технологии потустороннего мира, лидеры государств-завоевателей вступали в некий союз с демонами, и воюя приносили им жертвы, что обеспечивало развитие и пропитание существ. Так делал Чингисхан, так делал Александр Македонский, и так поступил Набу-Нага. После поражения демоны нашли Набу-Нагу и воскресили его, а воскреснув, Одда своим отношением к происходящему знатно удивил Гильденстерна. Одда ничему не удивился и не испугался, сразу же поклялся в верности Фортенбрасу, заключил с ним договор, согласился приносить в жертву себе подобных, то есть людей, и спокойно прошел специальный обряд, на котором, выпив из черепа кровь принесенного жертвы человека, получил демоническую силу. После всего этого Гильденстерн, воспринимающий людей как тупых животных, решил относиться к Набу-Наге с осторожностью и сделал заметку ни в коем случае не недооценивать этого индивида. В части церемонии есть интересный факт. Почему передача силы происходит именно на церемонии, не знали даже высшие демоны. Это был словно заведенный кем-то иным порядок, которому демоны должны были подчиняться беспрекословно. И Гильденстерн очень хотел приступить к изучению этой тайны и даже был уверен в ее раскрытии. По его мнению, это могло дать демонам безграничную мощь. Но вместо этого, как он сам пишет, вынужден был заниматься какой-то ерундой. Последняя запись демона проясняет причину происходящего в замке. Для того, чтобы полностью выполнить договор с Набу-Нагой, видимо, мужик выбил себе знатные условия, нужно было огромное количество силы, которую демоны стали вычерпивать из замка и Набо-Яма. Но этого было мало, и Гильденстерн понял, что печать демонов должна быть укреплена дополнительной энергией зла. И для этого в жертву должна была быть принесена чистое сердцем девушка, которой была принцесса Юки. И пока Набу-Нага двигался в сторону замка, демоны должны были все подготовить. А что касается лично Гильденстерна, то хоть он и считал всю церемонию бесполезным занятием, все равно видел для себя выгоду. После завершения церемонии ему должны были достаться оставшиеся жители деревни и замка, а значит у него будет много необходимого материала для экспериментов, пыток и исследований. В первую встречу самоноский Гильден изучает и восхищается структурой человеческого организма и вообще не придает значения главному герою. Взглянув на воина лишь раз, огорчается, что к нему пришел всего лишь человек и отворачивается, а на призыв к бою лишь смеется и называет самоноский глупцом, сравнимым с Набу-Нагой. После, чтобы воину было чем заняться, демонстрирует свое творение, имя которому Рейнальдо, а сам Хохоча как типичный антагонист покидает локацию. Сам Рейнальдо это не босс, просто типовой враг. Однако с ним нужно быть аккуратным, разрубив его пополам, каждая его половина восстанавливается и таким образом соперников становится двое. Далее по сюжету Акетти встретит второстепенного персонажа по имени Киносита Токеттира и это, как и Набу-Нага, реальная историческая личность. Звали его изначально Тойотоми Хидеёси, происхождение его спорно, где-то утверждается, что он крестьянский сын, где-то говорится, что его семья была в числе самураев, но, видимо, для того, чтобы показать, как можно подняться из низов, придерживаются первой точки зрения. Отец Тойотоми умер, когда парень был еще подростком, его мать быстро и повторно вышла замуж и новоявленный отчим начал сильно бить и унижать будущего правителя Японии, из-за чего тот решил сбежать из дома и стать самураем. После сменил имя на Киносита Токеттира и устроился на службу к одному из самураев. Как-то раз, прослышав о том, что резиденции Тойотоми отомстил Мицухиде Акете, разбив его армию, а после принял власть своего покойного хозяина и в дальнейшем объединил Японию под своим началом. В игре Токеттира появляется всего пару раз, пытается склонить Самоноски на свою сторону и, не достигнув цели, пропадает из сюжета. В первую встречу Токеттира пытается поймать какого-то мальчугана, а в дальнейшем Самоноски встречает его вместе с Каэдой. Это последний персонаж этой истории, парня зовут Юмимару. Его родители были фермерами, после их гибели принцесса Юки взяла парня к себе и стала считать его своим младшим братом. Ну а нужен он был демоном, чтобы убить его на глазах Юки, что принесло бы ей бесконечное горе и усилило эффект церемонии. Далее описывать все передвижения персонажа смысла нет, поэтому перейду к оставшимся боссам. На крыше замка Самоноски столкнется с еще одним созданием Гильденстерна – Марцелусом. Здоровенный рогатый воин с огромным мечом и щитом, который помимо медлительных, но мощных атак может, как и Самоноски, применять магический прием. Если действовать не спеша и внимательно, босс проблем не составит. При первом прохождении он смог ударить меня только раз, а вот на втором мне уже знатно досталось из-за той самой спешки. Победа над ним даст Самоноски новое оружие – глифу. И новый вид магии. Найдя демонические врата, Самоноски будет пленен и, оказавшись под землей, вступит в бой со своим двойником, который чуть раньше придет к Каэде, вырубит ее и похитит Юмимару. Кстати, именно в этом моменте предстоит немного поиграть за Каэде. Я, если честно, что в первом, что во втором прохождении просто пробежал уровень, не особо вступая в бой с противником. Это, как по мне, было абсолютно не нужно. Ее цель – найти и вызволить принцессу, но сделать она это не успевает. На ее глазах Гильденстерн забирает Юки и скрывается во тьме. Бой с двойником мне показался самым сложным в игре. Не знаю почему, но одолеть этого противника мне удалось далеко не сразу. Атаки у него в принципе те же, что и у Акети, в плюс еще он может кидать какой-то сгусток энергии, так что на расстоянии от него лучше не отходить. Справившись с соперником, Самоноски вернется к порталу, где встретит очередного босса. Зовут ее Гекубба. Чуть раньше она явится к Акети и Каэде в образе служанки Ньюи. Как раз она подскажет, где находится принцесса Юки и таким образом сольет Самоноски, чтобы похитить пацана. Я сказал в образе, потому что свой облик у нее совершенно другой и лично для меня он крайне неприятен. И здесь же демонические врата предстают перед героем в полный рост. Юмимару! Прежде всего этого дворца лежит демон. Что? О slot! Вы никогда не сможете save Юмимару. Битва с тварью состоится чуть-чуть попозже, а пока самоноске нужно будет найти способ преодолеть барьер, закрывающий демонические врата. Ключ к открытию врат можно найти в записях некоего наставника Саугена и его ученика Саймио. Задолго до событий игры, преследуя тварь, которая похищала и пожирала людей, Сауген и его ученик нашли пещеру, в которой обнаружили гнездо ужасных существ, которые из-за боязни солнечного света вынуждены были жить под землей, и называли они себя демонами. Чувствуя в себе силы, Сауген вошел в пещеру с целью изгнать демонов, но после того, как получил серьезное ранение, попросил ученика отнести его ко входу в пещеру, где он смог бы совершить последний ритуал. Передав ученику документы и драгоценный камень, он попросил покинуть его и ценой своей жизни запечатал пещеру. В дальнейшем Саймио спрятал документы и драгоценный камень, но не смог противостоять своему любопытству, вернулся и проник в пещеру, чтобы подробнее узнать обо всем, что там происходит. Саймио не помнил, сколько он бродил по подземелью, но понимал, что умер бы, если бы не вода, которая сочилась из стен. Со временем сознание его помутилось, и голод стал настолько силен, что Саймио начал чувствовать запах крови, и, пойдя на этот запах, пришел в место, где демоны, не обращая внимания на мольбы и крики, заживо пожирали людей. Увиденное ужаснуло парня, он замер в надежде, что демоны не заметят его, и, наблюдая за безумным пиршеством, ученик понял, что внимание его начало привлекать совсем другое. Рядом с ним лежал человеческий палец. Саймио начали обуревать гнусные мысли, говорящие ему, что именно сейчас, в этом месте, человек всего лишь кусок мяса, и не будет ничего плохого в том, что он отведает его. Но сила воли не покинула парня, и на время он смог сдержать себя от безумного поступка, но лишь на время. После Саймио увидел восхитительное и самое прекрасное зрелище, которое он мог увидеть – это рождение маленького демоненка, которого демоны доставали из бутылки, перед этим смешав в ней кровь человека и эссенцию зла. Так эти существа появлялись на свет. И впервые в жизни Саймио пожалел, что не умеет рисовать. В общем, с ума сошел окончательно. Бродя в пещере, ученик случайно нашел врата в мир демонов и смог заглянуть в их мир. Он даже попытался описать то, что поддавалось описанию, но много увидеть не успел, так как врата захлопнулись прямо перед его лицом. Израненный, потерявший много крови и лишенный сил, Саймио не мог проникнуть через врата зла, но вернуться обратно и выйти из пещеры он также не мог. Поэтому в последней записи перед смертью он смог нарисовать способ, которым можно открыть врата зла, и указал, какие инструменты для этого нужны. По факту это стрела и большой лук. Стрелу можно будет найти во время второй игры за Каэды, а большой лук Самоноски найдет прямо перед битвой с Гекубой. Во время боя тварь всегда находится в воздухе и держится на дистанции, что решается просто выстрелами из винтовки или лука. Плюс периодически придется отбиваться от существ, призываемых боссом, но это вообще не проблема. После помещения, в котором происходит бой, начинает взрываться, там повсюду расставлены бочки с порохом. Гекубу придавливает балкой и она заживо сгорает, а Каэды и Самоноски в последний момент прыгают в воду. Оставив оглушенную Каэды в безопасности, Самоноски направляется к вратам и при помощи найденных предметов сносит барьер врат и проходит в демонический мир. Где прямо на входе его ждет Гильденстерн, который после порции оскорблений в сторону воина натравливает на него свое очередное творение. Кстати, в речи Гильдена можно расслышать, что сквозь врата может пойти только демон, и это как бы указывает, что с Самоноски что-то не так. Босс, он же творение Гильдена, это снова Марцеллус, только версии 2.0, и как и первая версия, он не составит больших проблем. Победив этого совершенного по мнению Гильденстерна демона, Самоноски находит помещение для церемонии, и перед ним предстает сам Фортинг Брас. Гильденстерна демона, и перед ним предстает сам Фортинг Брас, и перед ним предстает сам Фортинг Брас. В бою демон машет руками, извергает огонь, мечет молнией и творит другие бесчинства. Однако, если хорошо подготовиться магическими приемами, его можно добить очень быстро. Во время создания ролика я совершенно случайно узнал еще одну штуку. На бой с королем демонов можно выйти с мощным оружием под названием меч Бешамона, и я его пропустил. Для его получения нужно биться в специальных подземельях, что даст Самоноски музыкальный инструмент, которым можно открыть специальную дверь в демонов. И насколько я понял, меч обладает всеми видами магии. И как назло, я сохранялся только в одну ячейку, и в мир людей вернуться уже не мог, так что пользуюсь фотожом из чужого прохождения. В любом случае, мне это не помешало, Самоноски сразил Фортинг Браса, и я смог посмотреть очень крутую драматическую концовку. Самоноски! Самоноски! Каэре! Иди отсюда! Самоноски! 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 Разрагает его! Самоноски! Самоноски! Ах! Как... М Семья? Каэре! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Через некоторое время армия Одды снова вторглась в провинцию Нима и все-таки захватила замок Инобаяма, положив конец истории семьи Сайто. После смерти отца Юки поселилась у одного из феодалов, а после собрала вещи, вместе с Юмимару села на корабль и отправилась путешествовать по свету. Каэ Эде после безуспешных попыток найти Самоноски поступила на службу к Митсухиде Акете, прослужила ему 14 лет и была убита в битве при Ямадзаке. Судьба Самоноски осталась неизвестной. По традиции нужно подвести какой-то итог. Анимуша много перенял от своего прародителя. Есть свой особняк в виде замка, некое подобие лаборатории в виде мира демонов. Есть даже ученые, любящие проводить эксперименты и создавать разного рода тварей. Сразу бросается в глаза лечебная трава и специальные емкости, заменяющие аптечки. Карты, которыми я, в отличие от Resident Evil, толком никогда не пользовался. И, конечно, фирменный глаз, который появляется в кадре перед гибелью тварей. Словно Фортенбрас, какой-то предок всех монстров из обители зла и его демоническая эссенция послужила первоисточником Ти-вируса. Правда, вся схожесть игры заканчивается на визуальном плане. Во-первых, анимуша, конечно, не сурвайвал-хоррор. Тут нет ни того, ни другого. Resident Evil заставлял действовать осторожно, думать над тем, когда и куда идти, заставлял блуждать по особняку в поисках ключей и различных предметов, которые открывали двери или запускали механизмы, а также заставлял быть экономным и попусту не расходовать патроны или аптечки. То есть, если монстра можно было обойти без пальбы, то лучше было так и делать. В плане анимуша все намного проще, экономии тут особо ничего не нужно. Есть меч, им рубишь врагов, из которых появляется восполнение магии и жизни. И убивать тут поначалу необходимо все и вся, так как оружие нужно прокачивать, чтобы двигаться по сюжету. А уж после всех тварей можно убегать, так как убийства их становятся пустой тратой времени. И отнесу я это к небольшому минусу игры. Зато плюс есть в сюжетном плане. Если брать обитель, то с сюжетом там было все максимально просто, без каких-то отсылок и премудростей. Есть дом, в нем лаборатория, там создали вирус, он вырвался, всех убил, превратил в зомби и монстров, и теперь героям нужно тупо спастись. С анимушей тоже ничего сложного, но в сюжет вложили немножечко смысла в части противостояния двух культур. Это видно невооруженным взглядом. Набунага это новый порядок, новая культура, новая религия, и вместе со всем этим пришли и новые пороки в виде демонов, которые в свою очередь вытеснили демонов старых, и тем ничего другого не оставалось, как уподобиться новым демонам и найти для себя своего воина и защитника, которым остался Моноскин. А во время борьбы с демонами еще и стал им подобным. Хотя есть у меня еще мнение, что создатели тут имели в виду противостояние культуры Японии и Запада, который в итоге оказал сильное влияние на страну Восходящего Солнца, но верится в это с натяжкой. Все-таки, мне кажется, здесь вопрос в культурных переменах без внешнего воздействия. Как бы там ни было, игра великолепная, и я нисколько не жалею, что провел за ней свое время. Сама игра прям ворвалась и заняла свое место на доске почета. Место одной из самых лучших игр, в которые я играл. И я даже не скажу, что жалею о том, что не играл в нее ранее. Возможно, тогда она оказала бы совсем другой эффект, и я сейчас бы не играл в нее с таким удовольствием. А так, анимуша сегодня пришелся очень кстати, прям в свое время. И я даже начал проходить вторую часть, но это уже совсем другая история. Спасибо всем, кто смотрел ролик до конца. Я надеюсь, вам понравилось, и вы будете ждать следующий выпуск по серии игр анимуша. Ведь эта история еще далека от своего завершения. С вами был Софинский Ярослав. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok